Вы слушаете Радио Болткома. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болткома. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. И мы продолжаем с вами прогулку или попытки найти общее пространство в пространстве Риги. Театральном, художественном, литературном, политическом. Пространств этих много, они иногда пересекаются, иногда живут параллельной жизнью. Но в любом случае мы не отчаиваемся. Уже восьмой сезон подряд мы пытаемся найти, что же нас объединяет. Программа Культ Просвет сегодня обратится к театральному искусству, к театральному наследию и к актуальным процессам в театре. Потому вполне закономерно, что сегодня моей гостью является Евгения Шерменева, театральный режиссер, критик, продюсер множества культурных проектов, а также кавалер Почетного Легиона, о чем я узнал за несколько минут до эфира. И так как это меня абсолютно захватило, мое сознание и воображение, то я решил рассказать и об этом. И я понимаю, 6 лет прошло с тех пор, как тебе вручили этот орден. Да, 6 лет назад в посольстве Москвы, в Москве, в посольственной Екиманке мне вручили орден кавалера Почетного Легиона. Что ж, это потрясающая новость. У нас в студии еще не было кавалера Почетного Легиона, по крайней мере, в моей программе точно не было. И сегодня мы поговорим о теме, которую коллега предложила неделю назад за чашкой кофе в книжном магазине. Мы поговорим о теме расставания в русской культуре, в театре, может быть, вообще в европейской культуре поговорим, может быть, очень широко, или наоборот, попытаемся эту тему сузить. Поэтому нам очень важны ваши отклики, ваши мысли и комментарии. Звоните нам по телефону прямого эфира 67212939 и 67213939, а также оставляйте свои комментарии и размышления на номер в WhatsApp и SMS 206191. Мой коллега Евгений Копень сегодня за пультом и обеспечивает техническую сторону нашей беседы. Что ж, может быть, мы могли бы начать с того, почему тебе показалось необходимым и важным затронуть тему расставания в театральном искусстве, ну и в более широком формате, допустим, в современной европейской культуре, или, может быть, в классике. Ну, знаешь, я бы сказала так. Разговорить у нас начался после того, как мы обсудили премьеру, которую я недавно сделала, спектакль «Солнечная линия», который, собственно, имеет тоже счастливый финал. Сделаем спойлер. Но весь, собственно, и посвящен истории расставания. История выяснения отношений между мужчиной и женщиной, которые пытаются понять, надо им расстаться наконец, или всё-таки у них есть какой-то шанс остаться вместе. И я начала об этом много думать. Мы когда репетировали, я много об этом думала и поняла, что, конечно, самые такие душераздирающие истории, они как раз и связаны эмоционально душераздирающие, действующие на зрителя, вызывающие у зрителя отклик всегда. Это как раз те самые истории, которые говорят о расставании. И мы после с тобой разговора, я начала думать о Чехове, потому что, конечно, когда говорят о сцене расставания мужчины и женщины, всегда всё вспоминают три сестры, расставание Вершинина и Маши, потому что это, правда, очень сильная сцена, когда вот он уходит, он военный, он уходит. И, в общем, на самом деле они оба понимали, что между ними ничего не может быть, потому что он женат, она замужем. Это вообще, конечно, нарушение всех всяческих табу в тот период, то, что они себе позволили это делать откровенно, этот роман, который они завели. И то, что она так откровенно за него цепляется в этой сцене расставания, не отпуская его вообще. Там же муж её даже успокаивает уже, уже на глазах у мужа уже всё равно. Я начала думать, а что есть ещё у Чехова? Вот эти вот моменты расставания. Ведь, смотрите, Вишнёвый сад – это вообще вся история посвящена расставанию. Раневская приезжает, расставшись со своим другом в Париже, она возвращается в Россию, и у неё на душе просто пустыня. Когда она приезжает, этому посвящена вся пьеса, её воспоминаниям, её страданиям. И она никого не видит вокруг, она не видит никаких ни мужчин, ни детей своих, ни приёмных, ни своего брата, никого. У неё единственное, что есть в душе и в сердце – это вот эта вот любовь, которая у неё осталась в Париже, из которой она была вынуждена расстаться. Она тем самым не видит и реальности вокруг неё, то есть и сама усадьба как бы не существует. И расставание с усадьбой? Да, может быть, этим можно объяснить её странное равнодушие при потере родового имения. Да, при том, что это как будто бы, знаешь… Освобождение? Ну, как будто бы вот эта точка вырастена, она потом возвращается же в Париж. Да, она получает деньги и возвращается в Париж. Но вот это вот расставание, она как будто делает подмену. Она как будто бы расстаётся не с тем, с кем ей по-хорошему бы надо расстаться. Она расстаётся, собственно, со своей жизнью. Абсолютно. Она избавляется от всего, что было её в её детстве, в возрастлении, семья и всё остальное. Она отказывается от этого. То есть это тоже расставание, конечно. Потом я начала думать, что ещё одна прекрасная сцена, которую я тоже всё время вспоминала о Чехове, это «Дядя Ваня». Это тоже отъезд Серебряковых и Елена Андреевна, которые прощаются с Астровом, с которой у неё даже и не случился никакой роман, но мог бы случиться вполне, потому что они взрослые люди, это всё чувствуют и понимают. Да, ведь «Дядя Ваня» — это о не случившемся в разных уровнях и в разных ипостасях. Да, да, не сбывшемся. И когда она практически на полпути говорит, «Ах, была не была один раз», и возвращается к нему и уходит. И этот момент расставания, конечно, он тоже очень сильный. Вот мы уже сколько, мы три пьесы назвали, и сейчас мы идём в обратную сторону и будем говорить об Иванове. И в Иванове же тоже есть этот момент расставания. Главный герой, который влюбился в юную девушку, он должен расстаться с своей женой. И это, конечно, ужасная вся история, которая ломает его на самом деле, мне кажется, потому что он предаёт свою жену, которая больна, и которая потом, она умирает. Но вот эта вся первая часть его жестокого совершенно, абсолютно жестокого расставания с ней, она, конечно, очень тяжёлая. Ну вот, в общем, я хотела сказать о том, что вот, например, если поговорить о Чехове, например, да, то вот мы видим вот какие-то такие очень важные... А если мы сейчас подумаем ещё о ком-то там внутри, да, как-то Тузенбах уходит, прощается с Ириной в «Трёх сёстрах», что ещё можем сказать про... Вспомнить в «Вишнёвом садик», где тоже ни у кого, ни с кем ничего не получается, да. Лопахин, который любит не ту, а ту, которую мог бы любить, не любит. В общем, вот эти вот все моменты, мне кажется, они очень-очень пронзительные. Хорошо. А если мы попытаемся расширить пространство нашего рассказа о расставании и, может быть, дотронуться до прозы, кто из современников Чехова в русской культуре тебе кажется наиболее, скажем, точно, детально, филигранно выразил трагедию расставания? Слушай, ну, мне кажется, это вообще, в принципе, в истории как бы находится внутри русской культуры. Вот это вот несбывшееся то, что мы говорим, там расставание, еще что-то. Не знаю, я в юности ужасно любила Грина, именно потому что он все-таки давал шанс. Он такой романтик, который давал всем шанс, да, который через невозможность всегда все равно приводил к тому, что это происходило. Ну, во многих жанрах на протяжении столетий «Счастливый конец» как бы эстетически стал восприниматься подозрительно, что это не годится, что это нечто слащавое, что это, может быть, даже элемент, не знаю, литературной поп-культуры. Каким-то образом, несчастливый конец — это возвышенный жанр, может быть, это некоторая попытка, не знаю, по аналогии с французским театром классицизма. Мы здесь разделяем некоторые элементы того, что, скажем, несбывшаяся — это трагедия, которую приходится нести и дальше, даже если человек остаётся физически, существует биологически, то душа-то его или её уже мертва, да, ты сама упомянула степень, скажем, омертвления души. А с другой стороны, «Счастливый конец» — это как бы низкий жанр. Можем мы говорить об этом? Ну, я не согласна. Не согласна? Я не согласна. Я думаю, что как в жизни у людей всего пополам. И потери, и приобретений, и каждый день тебе приносят одно и другое, просто на чём ты сосредотачиваешься в данный момент, так и в искусстве. Всё равно искусство так или иначе — это отражение действительности. Да, мы понимаем, что каждый из тех, кто писал... Кто-то звонит? Пока нет, но я подглядываю. И очень надеюсь, что наши радиослушатели примут участие в нашем сегодняшнем разговоре. Есть тех, кто писал, изображал что-то. Да, вот в визуальной же культуре, в визуальном искусстве тоже же много моментов расставания, да? Несомнение. Последние точки, когда ты понимаешь, что... А следующий шаг — это вот эта фиксация момента, когда следующий шаг — всё, эти люди больше никогда не увидят друг друга. Понятие «никогда», оно, мне кажется, является очень сильным, скажем, импульсом для развития сюжета, условно говоря, который уже переходит, наверное, в рамки сочинительства самого читателя. То есть окончание истории, если расставание, есть окончание истории, то ведь у расставания тоже может быть как бы открытый конец. А сейчас мы не говорим о счастливой версии, да? Да, люди могут продолжать как бы сосуществовать вместе, да? Да, и вот это как раз момент, который в какой-то степени, может быть, переведёт нас на тему современной, может быть, даже киноиндустрии, да? Возьмём, допустим, элементы сериалов, да, культуру сериалов. По сути дела, это довольно древняя культура, мне кажется, ещё со времён античной трагедии. И, вспоминая Троянскую войну, знаменитые античные трагики создавали в какой-то степени сериал. То есть это история героев на протяжении длительного времени, есть импульс война или, скажем, война, которую пережили, но она всё ещё где-то внутри, в душе конкретных героев. И здесь мы видим, что сериал этот в какой-то степени начинает манипулировать с нашими собственными эмоциями, потому что используют расставание как очень сильную такую точку для того, чтобы произвести тот самый катарсис, о котором Аристотель говорил, как о такой очищающей функции. Можно задать вопрос, а можем мы попробовать немножко войти вглубь самого понятия и посмотреть, из каких структурных моментов оно состоит. Расставание как воля двоих людей или одного. Это может быть одна подгруппа. Да, и это осознанное принятие решения. А расставание как влияние общества или обстоятельств – это другой вопрос, другая группа. А если мы, допустим, можем упомянуть классический, скажем, образ женщины, которая в российском обществе была бесправной, Анна Каренина. С одной стороны, представитель аристократии, хотя её, в принципе, описывают где-то на грани полусвета и уже политического эстеблишмента. А её выбор… Она ведь тоже рассталась. Она рассталась дважды, трижды, четырежды, на самом деле, со своими детьми и со своим супругом, и своим возлюбленным. И с собой. И с собой, да, во многом, да. Каковы были бы твои комментарии на тему подобного тотального расставания, там, где это расставание происходит, по сути дела, с самим собой? Можно в современной культуре ещё обнаружить следы подобного максимального, скажем… Слушай, я сейчас тебе скажу фразу из поп-культуры, можно? С удовольствием. Мы же о ней говорим. А у Борисовна Пугачева пела «Расставание и маленькая смерть». А, да-да-да. Очень забавно, что её песни даже 70-х, 80-х всё ещё циркулируют в современной среде, и, видимо, действительно она… Наверное, поэзия была хорошая, качественная. Ну, я думаю, что там было всё, и она как исполнитель, конечно, потрясающая, потому что она… То, что я была на её концертах в 80-е годы, ещё школьницей ходила в Олимпийском, как весь Олимпийский стонал от восторга, вот когда она пела вот именно эти песни, понимаешь, про вот эту вот несчастную женщину с расставанием, с невозможностью, с преодолением. Ну, я не знаю, это было, конечно, всё очень сильно. Интересно, что если мы говорим о современной культуре и о различных субкультурах, включая как бы гендерные субкультуры, то, например, интересно было узнать, так как я далёк от поп-культуры, но это не высокомерие, это просто незнание её. Я, например, обнаружил с большим интересом, что в каких бы, скажем, группах или кругах гей-культуры я бы не вращался, неважно, латыши это или русские, это культ Пугачёвой. Это очень забавно, но я буквально один за другим. Слушай, она очень хороший художник. Мне кажется, тут вопрос не... Ну, на мой взгляд, мы сейчас пойдём совсем в другую сторону, но мне кажется, она просто на самом деле, она просто великий художник. То, что она делала из своих возможностей, из своего голоса, из своего звучания, из того, как она выбирала тексты, как она выбирала композиторов. Да, я думаю, тексты – это очень важная сущность. Мне кажется, что просто она и правда очень большой художник. И именно поэтому она была кумиром многих поколений, понимаешь, там целого периода жизни людей. И никто же рядом не так и не появился. И интересно, что как бы различные субкультуры проецируют на, скажем, на её тексты, на её музыку, на её эмоциональную ауру, свои собственные переживания. Хорошо. Я скажу, что у меня был один вечер прекрасный с Кириллом Серебряньком, когда мы после какого-то вечера ехали в машине, и у меня был диск «Албачен Пугачёвы», и мы орали песни. Знаешь, когда люди поют в машине, как караоке, когда ты поёшь вместе с кем-то, мы пели именно Пугачёву, мы сказали «О, Пугачёва, давай!» Хорошо, возвращаясь к теме расставаний. Какие ещё облики расставания ты могла бы упомянуть? Слушай, ну вот ты меня когда спросил про Чехова, про того, кто был рядом с ним, там, например, ну, конечно, я думаю, что это не рядом, это позже. Ну, конечно, культура, русская культура, которая описывает события революции и после революционной истории, да, это, конечно, всё история расставаний. — Да, ведь это уже расставание не такое антропологическое, скорее уже даже территориально-духовное. — Это разлучение, расставание. — Исход — это всё-таки собственное решение, а здесь кто-то... — Ну, были и собственные решения. — Несомненно, да, но здесь была и цезура, и Первой мировой войны, и, конечно же, и Октябрьского переворота, когда просто у тебя всё отняли, да? — Ну да, и когда ты не мог оставаться уже просто в своём доме и был вынужден скитаться, сколько вот этого всего тоже есть. И скитание и расставание очень связано со скитанием, на мой взгляд, потому что если ты вынужден всё время передвигаться, вот как вся история эмиграции, да, постреволюционной эмиграции, она же постоянно… волны эмиграции шли всё дальше, дальше и дальше. — Да, балтийские страны, Берлин, Париж, Латинская Америка. Да, и понимаешь, это же каждый раз приобретение и расставание, приобретение и расставание, приобретение и расставание. В этом отношении, конечно, Вильгой пьесы «Бег» Булгакова о том, как все терялось по дороге. Вот этот бег, по которому ты все теряешь, с каждым шагом ты теряешь, а то, что ты приобретаешь, оно не твое, ты не успеваешь к нему его присвоить себе совершенно. То есть ты только теряешь, и вот это ощущение исключительных потерь, оно, конечно, очень сильное в этой пьесе. Я, может быть, на мгновение поменял бы жанр нашего диалога на формат интервью. Несколько лет назад ты перебралась в Латвию, или, вернее, скажем, в Балтийский стран, потому что ты, к тому же, еще и занята в культурной жизни Литвы. А как с Эстонией? Ну, с Эстонией я слежу. Иногда я живу. Со словами, ты в какой-то степени на какое-то время, никто не знает, что происходит и произойдет, но ты поменяла, скажем, свою связь с своей родиной, ты немножко отдалилась пространственно, территориально, может быть, эмоционально. Таким образом, у тебя тоже произошло расставание. Ну да, конечно. Оно, твое индивидуальное, интимное расставание, могла бы ты поделиться со мной и с нашими радиослушателями ощущением, теми эмоциональными ощущениями, которые ты пережила, когда ты, наконец, поняла, что все, вот сейчас я выключу свет, несколько поворотов ключа, и начинается новое. Вот это расставание, оно было последней остановкой или это было какое-то такое транзитное состояние? Ну, оно было протяженное во времени, я не могу сказать, что я сразу как-то вот так все закрыла и уехала. Это был длинный переход. И просто в какой-то момент, когда я уже жила на две страны, я приняла решение, что все-таки я уже буду жить здесь. Ну, это был такой момент. А я действительно жила на две страны, потому что у меня уже и здесь что-то происходило интересное в моей жизни, да, и там еще были какие-то обязательства, интересы и работа, и там, и там. И, ты знаешь, я не знаю, мне кажется, мне кажется, очень сложно все время жить, оглядываясь назад, это практически невозможно. Хотя я продолжаю, конечно, следить за тем, что происходит, и мне важно, интересно, и я много читаю, и слежу за какими-то новыми вещами, и за сплетнями тоже, и за сливами какими-то, и за всем остальным. Да, и сплетние анекдоты были в 19 веке чуть ли не легитимным жанром в тогдашней прессе, и это были даже не такие моменты. Сейчас все сплетни ушли в соцсети, поэтому, конечно, из них очень трудно выбраться, потому что действительно этот жанр, он, конечно, затягивает и увлекает. Всегда интересно узнать, а что же там происходит за кулисами происходящее каких-то публичных событий. Ну, вот ты знаешь, тут как раз есть возможность приобретения, и я, например, очень рада, что я здесь очень многое приобрела. Ну, начиная с того, что я приобретаю постепенно язык, и я иногда просто счастлива от того, что я, например, вот сейчас очень коротко встретилась со своей очень давней подругой, с которой я знакома тоже в середине 80-х, она не работает в театре, и ей при мне позвонили. Она при мне разговаривала по телефону, и я поняла, что я все понимаю, и это такое прекрасное ощущение. Ой, я поздравляю, это действительно потрясающее ощущение. Ты, наконец, вошла в приотворенную дверь, да, и переведела в вопрос. Я еще не могу говорить, но я вот стою с ней рядом, и я понимаю, что я все понимаю, и это очень прекрасное ощущение. Скажи, а в этот момент ты могла бы каким-то образом описать это состояние, помимо восторга или ощущения того, что ты справилась, потому что это в какой-то степени тоже твоя задача была, и этот разговор... Нет, ты знаешь, это как будто мозг вдруг начинает по-другому... Знаешь, как будто там какие-то пластинки, и которые вдруг, они вот так поворачиваются, как будто они начинают воспринимать окружающее. Я это почувствовала как-то на спектаклях. Вообще театр, я хочу сказать, что театр, на самом деле, очень помогает в ощущении языка, потому что те три часа, когда ты сидишь просто в языковом пространстве, и даже если ты не понимаешь все дословно, все равно это такое погружение, которое не дает ни кино, ни телевизор, ни радио, ничего. В театре тебя затягивает это, и ты начинаешь становиться частью того звучания, которое происходит на сцене. Поэтому я всем очень это рекомендую. Потому что это разыгрываемый язык, да? Да, потому что тебе опыт поддерживается еще и движением, и какими-то дополнительными символами на сцене, и всегда же между людьми, когда ты слушаешь просто звук, это одно. Когда ты смотришь плоскую картинку, ты все равно так не втягиваешься туда, а в театре ты эмоционально подключаешься, и очень многие вещи ты догадываешься о том, что происходит, и когда это еще идет в другой язык, ты вдруг в какой-то момент начинаешь слышать его. У меня такое было в Виньоне. Я ездила в Виньон каждый год на фестиваль. Сейчас мы от расставания совсем ушли. Нет, мы вернемся, я все помню. Ездила в Виньон, и был в какой-то момент, когда я слушала французский текст, который я не понимала вообще. А мы продолжаем. Может быть, это какая-то сигнализация заработала у нас? Все в порядке? Я думаю, коллега выяснит это, а мы пока продолжим говорить. Мы пока продолжим. Хорошо, мы ждем. Виньон и французский язык. Виньон и французский текст, язык которого я вообще никогда не знала. И в какие-то моменты, когда неделя уже проходит, ты смотришь спектакли на французском языке. Ну, там, конечно, были и итальянские, и немецкие, и разные спектакли. Но ты смотришь, наверное, большинство спектаклей на французском языке, и в какой-то момент ты подключаешься так, что вдруг ты начинаешь думать, что они говорят... Вот я думала, что они говорят вдруг в какой-то момент какие-то русские слова проскакивают. Да, значит, мое странное ощущение, оно не уникально, значит, что, видимо, это происходит со многими. Да, да. Ты вдруг слышишь какой-то текст, который ты думаешь, боже мой, они в никаком языке еще сборят. Который как бы не существует, а он как бы накладывается. Да. Таким образом, раз к тебе открывается пространство латышского языка, не секрет, что, я уверен, что ты знаешь об этом, в Латвии в определенных кругах или, может быть, в возрастных группах существует некоторый скепсис по отношению к латышскому языку со стороны русскоязычных. Нежелание учить этот язык, нежелание его использовать. Ты как человек, который теперь часть латвийского общества, и в то же время в тебе есть багаж того, кого мы могли бы назвать другим. Это какое-то третье пространство, которое ты сама себе создала. Каков был бы твой совет тем, кто все еще сидят и думает, а зачем? Слушай, ну, у меня был очень интересный разговор с одним довольно прагматичным человеком, серьезным, который мне сказал, что, Женечка, вы будете учить язык? Я говорю, ну, конечно, как-то буду, ну, стараться. Он мне говорит, боже мой, учите язык, на котором говорят всего 2 миллиона человек в мире. И я сказала, ну, а как, ты же находишься в этой среде. Ну, потому что он, например, там живет наполовину в Германии, наполовину во Франции. Он как-то понимает, что какие-то языки, которые существуют в большом объеме, что они ему пригодятся где-то еще. Ну, такое очень практичное отношение, да, к языку. Но мне кажется, что, во-первых, это дает работу мозгу, это дает работу тебе как интеллектуалу. И окей, я понимаю, что я никогда не смогу выражать свои мысли на латышском языке так, как я их выражаю на русском. Это... Но ты будешь это делать по-другому. Я думаю, что в данном случае никогда. Это довольно самокритичная категория. Это будет просто по-другому. Не-не-не, я знаю, что это мне вряд ли добиться, потому что я правда очень люблю русский язык, люблю писать на русском языке. И для меня это важно. И я знаю, что я формулирую определенным образом, складываю слова в предложение и так далее. Но понимать и хотя бы вот как-то быть включенным, вот то, что я очень люблю в этом отношении, это, конечно, для меня очень важно. И мне кажется, это для любого человека, который живет в сообществе, важно. Да, мы продолжаем наш эфир, несмотря на... Если мы будем говорить про Париж, моя первая поездка в Париж сопровождалась примерно тем же самым в отеле, где я ночевала, ночью запиликала сирена. Выскочили все в коридор, непонятно, что сказали. Ладно, ложная тревога, все можете спать обратно. Хорошо, тогда успокоимся мы тоже. И поговорим немного еще на тему расставания, как, скажем, такой, может быть, политологической даже категории. Ты упомянула, что очень опасно и мучительно долго вспоминать, оглядываться назад, это бесперспективно. Но ведь и российское общество, и латвийское общество принадлежит к тем, у которых в какой-то период их истории их прошлое было украдено, подменено, фальсифицировано. Еще какие-то происходили, скажем, моменты, которые связаны с таким мемориальным насилием, если можно так сказать. С начала 90-х ученые считают, что в Восточную Европу вторглась потерянное или спрятанное, или украденное прошлое. И вот сейчас мы находимся в таком состоянии вечного прошлого, такого не линеарного, а как бы такого цикла. Скажем, как тебе кажется, ты ощущаешь этот интерес болезненный, может быть, или гипертрофированный интерес к прошлому в тех двух обществах, в которых ты сейчас находишься? Слушай, ну я думаю, что на самом деле гораздо важнее для людей сейчас это настоящее. И вообще для людей всегда важно настоящее, потому что это связано с их нынешней жизнью. И если это прошлое мешает развитию настоящему, тогда, конечно, оно внедряется. Если это прошлое поддерживает развитие настоящего, тогда это положительно. Вот мне кажется, что очень часто обращение к прошлому это манипуляции политиков и людей, которые находятся рядом. Потому что прошлое необходимо знать. Это прямо правда. Но в каждой семье ведь будет свое прошлое тоже. Да, и вопрос, что знать. Да, именно, что знать. Ведь никаких понятий, как это было на самом деле, и нет никакого усредненного прошлого. Потому что у каждой семьи свое прошлое, у каждой деревни свое прошлое, у каждого города свое прошлое, и у каждого профессионального сообщества свое прошлое, у каждого национального сообщества свое прошлое. Ну то есть мы должны понимать, что, мне так кажется, что самое главное дать людям возможность иметь это собственное прошлое. Не усредненное некое, которое вот как бы подписанное и принятое законодательно, А то, что у каждого есть маленькое свое прошлое, и он имеет право опираться на него в своем нынешнем состоянии. А мы можем вынести эти памяти во множественном числе в публичное пространство, выйти на улицу, и там ведь мы встретим множество других памятей, других воспоминаний. Вот это и есть толерантность, отношение к тому, что у каждого человека есть право на иное прошлое, и не надо заставлять его менять это прошлое. Прошлое есть часть свободы, настоящей. Ну, я думаю, что, конечно. Потому что, например, я хочу сказать, что несколько лет назад мы обсуждали один спектакль, который был сделан в Норильске. Ну, я думаю, что про Норильск многие знают. Это страшный город на самом деле. Я в нем была два, по-моему, раза, и это произвело одно из самых сильных впечатлений в моей жизни. И главный режиссер Норильского драматического театра сделала спектакль по воспоминаниям, она собрала истории бывших заключенных и бывших охранников. И свела этих людей документальный спектакль вместе. Потому что город живет действительно так. Там Монтеки и Капулетти уже годами живут вместе. Это реально существующие воспоминания. Это же реально существующие воспоминания. Это реальные люди, это реальные семьи, в которых, например, бабушка была охранницей, а дедушка, ну, вот так, если мы вверх пойдем, да, там, а дедушка был заключенным. И они не могут между собой общаться. А дальше дети поженились, а дальше есть внуки, которые вообще уже не знают, как в этой ситуации быть. И как мы у людей можем отнимать право на такую жизнь? И это был очень сильный спектакль, и о нем очень много писали, говорили. И он очень много дал людям в Норильске, когда они действительно вдруг поняли, что есть два прошлых, и у людей есть, ну, как бы, и этот, как, знаешь, как говорят, а мой дедушка был тем-то, тем-то, но он же был для меня хорошим человеком. Да, для тебя он был хорошим человеком. Ты не имеешь права не признавать, ну, как бы, ты не имеешь права не признавать, что было на самом деле. И, ну, то есть, если возвращаясь обратно, да, то, конечно, есть гуманистические ценности базовые. Если человек был палачом, он был палачом, каким бы он ни был прекрасным дедушкой. Но для конкретного внука у него есть своя история, конечно. И он тоже, для него это мучительно, понимаешь, мне кажется, что мы никогда не думаем о том, насколько мучительно потомкам палачей осознавать то, что их были палачи. В этом отношении, конечно, потрясающе. Когда-то был текст, который написал Володя Яковлев, бывший создатель коммерсанта, вот, который написал о своей семье, который в какой-то момент просто признал, что вот я вырос в семье. Отец его был один из, как бы, идеологов перестройки, открытия архивов, опубликования «Московские новости» газеты, да. А их, его дед, он был сотрудником органов. И он написал просто какие-то свои детские воспоминания о том, как он в этом вырос, а потом он это осознал. И когда это все случилось, но это же не отнимает у него деда. Мне кажется, вот то, что история 20 века вообще на самом деле, она трагическая в двух сторонах, и никогда об этом не говорится, все очень как-то категорично требуют признания своей точки зрения. Мне кажется, что очень было бы важно, чтобы люди, не отрицая преступлений, признавали бы право других людей на память семьи, на память Родины и на все остальное. Это очень сложная тема, мне кажется. Твоя реплика, я думаю, что это действительно отдельная встреча, отдельный разговор, но твоя реплика напомнила мне фразу Ханны Арендт, которая говорила о том, что, по ее мнению, Гомер как раз был первым представителем, скажем, культуры памяти, где нет победивших, а есть только жертвы. Жертвы той самой первой европейской войны, которую мы все помним, и которая стала действительно, может быть, первым текстуальным воспоминанием европейцев, и это, увы, воспоминания о войне, о насилии и о жертвах и так далее. Допустим, те же троянки, да, они становятся рабынями. Но я хотел задать тебе вопрос. Как тебе кажется, в современной европейской, скажем, памятийной культуре доминирует жажда, или, скажем, доминирует такой памятийный эгоизм, или же все-таки мы, как европейцы, можем попробовать услышать и рассказ другого, то есть тех самых ахейцев и троянцев, то есть то, что восхитило Арендт. Способны мы на это, если Гомер был на это способен? Ты знаешь, ну, мы же сейчас оцениваем, и Арендт оценил у Гомера, которому было сколько тогда, к тому времени, всей этой истории. Двадцать восемь столетий. Да, мне кажется, что вопрос именно в том, что это слишком свежо и слишком больно. Знаешь, есть вещи, которые очень трудно, ну, как, залечиваются, и есть же память, которую не хочется вспоминать, потому что вот сейчас, например... Забвение, да? По-моему, сейчас Александр Гельман или кто-то написал большой текст, вот я сегодня утром увидела и отложила его, чтобы прочитать, большой текст, где он пишет о том, что он не помнит, что происходило в гетто. Потому что это было так страшно, что его память закрылась и закрыла эти воспоминания. И он живет, он знает, что там что-то было, он живет, но он даже не знает, надо ли ему сейчас пытаться вспомнить о том, что там происходило. Сможет ли он дальше жить с этими воспоминаниями. Поэтому расставания с воспоминаниями, если мы возвращаемся к теме расставаний, расставания с воспоминаниями, они, наверное, тоже в какой-то степени несут пользу человеку. Какова может быть эта польза? Ведь это, мне кажется, как раз усиливает боль или... Расставание с воспоминаниями. Да. Ну почему? Ты же на самом деле часто очень... А не появляется ли пустота после этого? Нет, ты становишься больше открытым того, что происходит сейчас, мне кажется. То есть это... С тобой. Ты освобождаешь какие-то... То самое освобождение для того, чтобы увидеть свою реальность. Да. Увидишь его усадьбу под угрозой. Да, да, мне кажется, это очень важно. Мне кажется, это очень важно быть... Ну как бы, знаешь, как бывает, что ты иногда думаешь, господи, в меня уже не влезает информация, я уже переполнен чем-то, и мне уже некуда впитывать ничего нового. Поэтому иногда надо расставаться с чем-то старым для того, чтобы уметь впитывать что-то новое, быть открытым к новому. А как ты сама индивидуально принимаешь решение о том, что какой-то слой твоих воспоминаний должен быть утилизирован? А я думаю, что вообще люди неосознанно это часто делают. Вот это вот сейчас понятие осознанности очень популярное, но, мне кажется, никто не откликнул. Но сами действия ведь не бессознательные, если принято решение. Нет, ну почему есть и бессознательные действия, мне кажется. Хорошо, ну, допустим, если я брошу в огонь семейный альбом, это вполне осознанное действие. Ну да, но я имею в виду, что, например, очень часто какой-то триггер вызывает в нас вдруг какие-то воспоминания, которых мы никогда и не помнили, понимаешь? Вдруг они у нас всплывают откуда-то. Потому что их не было реально? Нет, потому что они были, но просто они ушли. Потому что ведь могут быть воспоминания о том, что не происходило. Вот как раз они культурные, скорее всего, из каких-то фильмов, книг или ещё чего-то. Они приходят нам извне, присвоены тобой, вдруг как то, что происходило с тобой в жизни. Но это же не так. Но, мне кажется, они отличаются. Но это мы с тобой уже ушли совсем далеко. Хорошо. Вернёмся в оставшееся для нашего сегодняшнего эфира время к твоим актуальным театральным проектам. «Мемориал Липке» сейчас стал сценой для истории, как ты уже упомянула, расставания и всё-таки счастливого конца. Ты уверена, что это счастливый конец? У Верпаева, мне кажется, всегда это очень-очень широкое пространство, где мы можем множество версий. Знаешь, ну может быть это потому, что для меня, мне кажется, это важно. Хорошо, но ты была режиссёром, то есть мы всё это воспринимаем в твоей версии. Да, именно. Мне кажется, это важно. Конечно, я в последнее время очень много разговаривала с людьми, и на самом деле вот это время пандемии, которое вынудило очень многих людей находиться вместе с семьёй, никуда не уезжая долгое время, приноравливаться в какой-то доме жизни, находиться дома, вне какого-то привычного бега. И вот это плотное сочетание друг с другом, сужительство, оно часто вызывало, конечно, какие-то новые эмоции, новые переживания. Мы поэтому сделали этот спектакль, потому что он именно об этом. В какой-то момент, когда люди очень долгое время находятся вместе и очень долгое время говорят о том, что между ними происходит. Мне кажется, я тут недавно тоже с одной подругой разговаривала, это очень странное такое ощущение. Я вообще человек, который любит свободу сама. Но я вдруг поняла, что вот, например, расставание, бывший муж, с которым у тебя там какая-то жизнь была длительная, вы расстались, давно расстались, живёте отдельно давно-давно. Но он же часть твоей жизни, он никогда не с тебя не уйдёт. Вот это вот никогда, ты его никогда не видишь, но он часть твоей жизни. И он очень сильная часть твоей жизни, даже если это было какой-то... А эта интенсивность может меняться, то есть со временем она не ослабевает? Она, нет, она никуда не девается, мне кажется. Но ведь это же ужасно, значит, мы обречены помнить. А мне кажется, да, мне кажется, вот знаешь, вот какие-то есть связи человеческие, ну там дружеские одно, ещё что-то. Но я вдруг в какой-то момент с подругой разговаривала и сказала ей, что вот это вот, пока смерть не разлучит нас, вдруг приобрело какой-то смысл для меня, например, лично. Я вдруг поняла, что все вот эти вот, то, что мы говорим, расставание, освободить пространство, ещё, но есть какие-то личные связи, что если ты там дал клятву, то она никуда не девается. Она вдруг приобретает реальную силу. И ты всё равно с этим человеком связан всю жизнь. Спроси любую женщину, спроси любого мужчину об их бывших мужьях и жёнах. Не о подругах, не о любовницах, не знаю, не о каких-то случайных связях, пусть даже очень крепких. Есть связи, которые не деваются никуда. И почему-то брак, вот я не знаю почему, мне кажется, это ужасно интересная тема. Люди, про которых мы сделали спектакль «Солнечная лёня», находятся в браке. Именно поэтому мне очень хотелось именно это и показать. Что брак – это что-то большее. Вот мне кажется, что брак – это что-то большее. Это действительно какая-то скрепляет людей каким-то образом. И даже если вы потом расходитесь навсегда и больше никогда не видите друг друга, или, не знаю, что-то происходит, всё равно вот эта какая-то связь, она остаётся. Может быть, я не права. Многие брак считают уже, может быть, устаревшей церемонией, ненужной формальностью, бумагой. Мне почему-то кажется, что, знаешь, в бумагах, в клятвах, в обещаниях, в признаниях есть какая-то сила, которая существует параллельно ещё. Ну, то есть ты можешь в это играть, можешь думать об этом. Сила ритуала – это что-то такое совсем первобытное. Сила ритуала, да, мне кажется, это есть. Но очень сильно и густое. Ну, это тоже театр, знаешь, в некоторых степени. Ну, театр, по сути дела, вырос из денисийских праздников. Это были старинные религиозные ритуалы. И ритуалы, которые что-то… А ритуал всегда что-то утверждает. Ну, театр вообще по своей конфигурации, классический театр – это же, в принципе, храм. Да, у нас там есть основная сцена, ритуальный зал. Да, и есть алтар. Суперлисия, алтарная часть, да, всё, что есть. Оно геометрически даже похоже по строению. А каким образом пространству музея могло добавлять какие-то прочтения этого текста? Ты знаешь, для меня это пространство, которое выступает вот как этот отдельно стоящий дом. Где-то вот, знаешь, вот когда мы говорим, когда я про него думаю, я всё время вспоминаю Солярис, например. Да, который вдруг где-то в океане, какой-то отдельный дом Тарковского. Вот он для меня в какой-то степени такой. Что эти люди двое, они находятся на самом деле вдвоём во Вселенной. И даже те зрители, которые сидят рядом с ними… Это Вселенная, пять утра. Да, пять утра, вообще просто никого вокруг. Вот они последние два человека на Земле. И как они могут разойтись? Они не могут разойтись. Но это, как тебе кажется, если мы пофантазируем, это действительно, возможно, счастливый конец? Или они продолжат друга мучить и превратят это в искусство? Ой, не знаю. Мне кажется, что счастливый конец возможен. У меня в жизни были такие примеры. Люди, которые проходили через очень серьёзные испытания и оставались вместе. Они могли уйти физически, но они проходили это всё-таки каким-то образом вместе. Эмоционально потом могли вернуть. Эмоционально всё это было, и люди оставались вместе и выходили на какой-то новый уровень отношений. Мне кажется, это прямо счастье у людей. Что ж, может быть, это касается и общества, не только двух индивидов, любящих друг друга. Я думаю, что… Может быть, и латвийское общество может пройти, чтобы вернуться и создать новое пространство. Мне кажется, что и не только латвийское, и вообще общество может пройти и создать новое пространство. Просто на это нужно терпение, доверие и время. Все те категории, которые нам часто не подвластны. Да, в спектакле, в нашей пьесе, это с 10 вечера до 5 утра. Ну, такое очень абстрактное. Да, но в то же время это очень длительное время, время, когда оно замедляется. Там в 5 утра это уже действительно время, наверное, можно даже пощупать. Резиновое. Да, 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 но основное материальное, когда уже умы устали. Я получил очень интересное и странное удовольствие от сегодняшнего разговора. Он был совсем другим в отношении, допустим, и в сравнении с другими гостями. Это был диалог на тему, которая очень актуальна и живет в столь разных образах. У нее столько лиц, что, мне кажется, нам обязательно необходимо будет продолжить эту беседу. Поэтому благодарю тебя за то, что нашлось у нее время, силы. Успела припарковать машину, прибежала в это чудовищное время снега и бури. Уважаемые радиослушатели, я понимаю, что вы столь были увлечены нашей беседой, что не осмелились нам позвонить. Пишите комментарии. Да, мы ждем ваших комментариев и размышлений. Мой коллега Евгений Копен сегодня не только обеспечивал эфир, но еще узнавал, что-нибудь угрожает нам или нет. Но ничего нам не угрожало. Мы закончили эфир. Евгения Шерменева была сегодня нашей гостьей. Она является не только театральным режиссером, критиком и продюсером, что вполне понятно, естественно. Она еще и кавалер почетного Олина, почетного легиона. Так что большое спасибо за сегодняшнюю твою беседу. И мы встретимся снова через неделю. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok